Короче, привет! Сейчас в эфире происходит событие, которое однозначно найдет отражение во множестве, в десятках средств массовой информации и средств массовой информации. Дело в том, что Кива и Корчинский пришли в магазин, совершили контрольную покупку, купили боржоми и им выдало чек. И на чеке снизу написано «Порошенко, мудак, Донбасс рулит». О, что это? Мы обязательно обратимся ко всем патриотическим силам города Киева, к националистам, к АЗОВу. Это мы сделаем, сейчас я уже разговариваю не как советник министра внутренних дел, а как ветеран антитуристической операции, как гражданин Украины. Я буду просить у всех патриотических и националистических сил уничтожать на корню подобные проявления сепаратизма. Потому что, смотрите, мы третий год воюем, а они вот так могут без страха вести антиукраинскую пропаганду. Поэтому в данном случае они будут бояться только силы. И мы их можем только переламывать. Поэтому вот на сегодняшний день я могу с полной уверенностью сказать, и отвечая за каждое сказанное свое слово, Эколавки – это сепаратистская точка, где идет разложение нашей проукраинской позиции. Что это? Закричал Киева и вызвал сразу же полицию. Приехала полиция, а у этих мудаков времени очень много. Машинами окружили практически магазин. Здравия желаю. Так, это по СУССР, СБ, да? Начальник следствия. Да, замечательно. Начальник следствия. Значит, Департамент противодействия наркопрессу. Не признимайте. Из-за чека. Из-за кожного чека. Какие выдаются? Значит, смотрите. Нет, так это все было в прямом эфире, вы поняли, да? То есть, для того, чтобы это была фиксация, купил сразу мой помечник, вот товар стоит, вот чеки лежат. У вас пока в руках все следственные оперативные группа подъедет, чтобы мы это все... Чуть быстрее, но чтобы он... Да? Так ничего себе, они тут чеки выберут. Ну, да. Ну, судяче, за все, у всех минимум спрашивали. Я реализатор. Я подаверс. Что? Киева Илья Владимировича. Первый раз это вижу. К чекам. Не, она видела это, потому что она, когда увидела меня, она видела солидарно. У меня или у вас? Что вы говорите? У меня спрашивают, или у вас спрашивают. Нет, я делаю все в том, что... И это зафиксировано, на самом деле это все зафиксировано. Слушайте, у меня в кассе старый аппарат. Из кассы выходит два чека. Бумаги полно. Мне что, ее собирать в кассовом аппарате? Вон, целый мусорник. Можно его достать и проверить еще чеков. Она эти же отдает людям, а те она забрасывает в мусор. Ну, в общем, смысл для чего? Боже, мне это смешно, даже слышно. Да, вам смешно. А мне страшно, что это происходит, что? А мы сейчас все не вернемся. Ну, что, надо разбираться. Тогда они вызвали СБУ. СБУ Кива сам зашел за прилавок и начал стращать продавщицу. Продавщица положила на него то, чего у нее нет. Вот, и отвечала ему в том стиле, что давайте еще один выбьем чек. Да проверим, есть там такая надпись или нет. Ну, я предлагала им сделать чек еще раз, выбить что-нибудь. И чтобы вот тут есть следственные комитеты, что-то еще. Давайте выбьем еще один чек и посмотрим, правда или не правда. Я просто не подпускаю. Мне сказали о том, что я мог бы в этом изменить. Так правильно, сейчас ли сноферативная группа приедет. Поэтому идите сами выезжайте. Пусть она приезжает. Нет, 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 нет. Где ты касаешься? Вот, вот, вот. Не, не, вот, вот. Пожел упасти. Нет, она пыталась что-то на кнопки тут нажимать. Я ничего не пыталась. Не выдумывайте, пожалуйста. Вы агрессивно настроены, это понятно. Да, я агрессивно настроена. Но я не пыталась ничего сделать. Я очень агрессивно настроена. Я не хозяйка этого магазина. Да. Я не хозяйка магазина, я не собираюсь тут ничего боевать. Вдумаемся в надпись. Порошенко мудак, Донбасс рулит. Первое. Это по какому такому закону запрещено сказать, что Порошенко мудак. Я, допустим, могу сказать Порошенко мудак, Порошенко козелка, Порошенко баран, Порошенко вонючий. Ну, там можно всякое разное. Второе. Донбасс рулит. А Донбасс это территория Украины. Ну, если не знали вот эти вот ребята, которые там устраивают то, что они устраивают. И что здесь такого? Тут прибежал депутат-мажоритальщик. В принципе, знаете, это характеризует сейчас жителей Соломенского района. Потому что эти мудаки избрали вот этого вот полупокерса. И он прибежал и начал говорить. Чистый сепаратизм. Я воевал. Чистый сепаратизм. Пять лет, говорит. Пять лет, чистый сепаратизм. А где в подписи Порошенко мудак Донбасс рулит сепаратизм призывы к отделению какой-то части страны? Добрый. Побачил прямую трансляцию. Я мажоритарным депутатом Киеврада при Семарею. Ну вот вы бачите, что происходит? Так, я вот, власне, и отреагировал. Одразу приехал. Потому что это неподобство. Я ветераном войны. Ну, я маю три поранения. Ну вот, 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 подивиться, за что, за что хлопцы воюют на Сходе и что у нас происходит в центре нашей Батьевщины. А че есть администрация магазина? Ну, она еще не приехала. Ну, тут же достатньо людей, тут и СБУ, тут и полиция. Зараз, я так понимаю, сюда сейчас и народные еще депутаты подъедут. Про цей генебный випадок знают и очевидцы. Ну, уже прямая трансляция, все уже знают. Очевидцы, очевидцы национальной полиции и Арсен Борисович Аваков, министр внутренних справ, который полностью отреагировал на такое генебное явление. Это появляется после таких випадков, как в Днепропетровске, в Днепропетровске, в Днепр... А потом мы хвилюемся, чему в нас? Потому что в нас ворог внутри краины. И сколько они ведут эту деятельность? А что в них дома? Чи есть в них листовки? Чи может это какая-то террористическая группа? Ну, это уже занимается Служба безопасности Украины. И у нас есть война. Донбасс рулит Порошенко мудак. Это то, что выдают здесь. Это явный заклад сепаратизма. Явный заклад доплывал ее державного режима нашей краины. Что они устроили? И я пока что не понимаю, что они устроили. Но мне однозначно интересно посмотреть, как это будет подано. Теми же ТСН, там еще кем-то. Приехал 112 канал, вел себя вполне адекватно, потому что журналистка спросила, а это запрещено? Ну, запрещено писать Порошенко мудак? Каким законом запрещено писать Порошенко мудак? Данная торговая точка торговала продукцией и выдавала чеки, где четко было написано Порошенко мудак, Донбасс рулит. А вы что-то купили? Конечно, я купил в Боржоми. Вот здесь мы еще покупали. Вот, обратите внимание. Это мы все в прямом эфире через Фейсбук. Нам прислали такой чек. Мы на самом деле не поверили. То есть нам прислали по Фейсбуку этот чек. Мы не поверили. И мы решили перепроверить. Мы находились в центре города. Мы подъехали к магазину. Я послал своего непосредственно помощника, который является сотрудником правоохранительной системы, полицейским. Он зашел и купил вот этот товар. Где ему выдали чек, на котором было четко написано Порошенко мудак, Донбасс рулит. После этого мы, пользуясь возможностью Фейсбука, зашли в магазин. Уже будучи в прямом эфире Фейсбука, сейчас идет прямой эфир, продолжается вести прямой эфир. Мы точно так же купили бутылку Боржоми и нам выдали чек, где также было написано Порошенко мудак, Донбасс рулит. И это центр Киева. Это запрещено законом? Вы считаете, в данном случае это не запрещено законом? Это и есть, опять же, пособничество, сепаратизм. И эта статья очень тяжелая. В то время, когда что, у нас война идет. Мне очень будет посмотреть, интересно, за развитием ситуации. Пока что следим, следим. Мне непонятно, для чего Корчинский макнул в это свои крутые рога. Но то, что Киева захотел пиара, а мне кажется, может получиться немножко противоположное, это уже 100%. Наблюдаем. И точно так же мы сейчас ожидаем следственно-оперативную группу для того, чтобы изымался вот этот кассовый аппарат и ввели следственно-оперативные действия. Эта женщина, вот запомните ее лицо. Вот мы сейчас, я знаю, мы в прямом эфире. Вот запомните ее лицо. Она знала, какие чеки она выдает. И я даю, и я говорю это с полной ответственностью. Запомните это лицо. И знайте, что вот подобные люди, они как раз и разъедают, и уничтожают. Когда у нас идет война, вот эти, якобы, украинцы, которые непосредственно, непонятно, на чью сторону они играют. И чем больше у нас вот этой погони, тем слабее, и тем слабее наша обороноспособность. А кто-то приехал, где-то хозяин приехал? Просите их зайти, купите який-нибудь товар, подивитеся на чек. И если там те самое, что на этих чеках, заклики до сепаратизма и до поваления украинской влады, то прохание поведомить прямо нам тут в комментариях. Где нам выдали чек, где нам выдали чек, и самое-то страшное то, что, опять же, на каждом из чеков были вот эти надписи. И вы просто представьте себе о том, что вообще происходит в нашей стране. Действия наглыми, когда они могут спокойно, без какой-то либо боязни, вести проукраинскую, антиукраинскую, я прошу прощения, антиукраинскую, антиукраинские действия. Кстати, кстати, каждый свободный человек сейчас возле экрана своего компьютера скажет. Порошенко, мудак.